Доброе утро, Дима! Я думаю, ты уже знаешь, что следующий 2020 год объявлен во всей России годом воинской славы. Именно поэтому сегодня в студию мы пригласили председателя Евпаторийского отделения общественной организации «Волонтеры Победы» Шевкея Маратасылову. Шевкея, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите для начала, в чем суть вашей организации и чем вы занимаетесь? «Волонтеры Победы» — это Всероссийская общественная организация, которая занимается непосредственно сохранением исторической памяти, и вовлечением молодежи в события, важные для всей страны. И поэтому мы заботимся о наших ветеранах, благоустраиваем памятные места, и поэтому наш спектр деятельности очень широкий и очень масштабный. Какие самые масштабные и грандиозные мероприятия были в прошлом году? Ну, если говорить конкретно о муниципальном отделении в городе Евпатория, то самое масштабное для нас и очень важное мероприятие было посвящено 75-летию освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков. Это серия исторических игр «Освобождение Крыма» и «Евпатория». Мы пригласили для участия обучающихся нашего города молодежь, которые очень активно приняли участие, и желающих стать частью этой большой истории было очень много. Мы даже очень гордимся и рады этому. Все акции ориентированы на молодежь? Ну, непосредственно наша главная задача — это связь поколений, то есть непосредственно общение с ветеранами. Но когда ты приходишь к ветерану, это человек, который хочет увидеть молодого человека перед собой, который спросит у него, как у него дела и как он себя чувствует. Поэтому мы, естественно, обращаем наше внимание непосредственно на молодежь, но на сегодняшний день в нашем движении самому старшему волонтеру по всей России 96 лет. Поэтому вы понимаете, да, что мы приглашаем к нам каждого неравнодушного и каждого желающего стать частью большой истории. И много таких желающих? Ну и таких желающих в масштабах всей России много. В городе Евпатория у нас тоже достаточно большой уже муниципальный штаб. Волонтеры помогают нам организовывать мероприятия. И честно признаемся, да, что без этих ребят, ну, ничего бы не состоялось. Кто чаще всего идут волонтеры? Это студенты, это школьники наших образовательных учреждений. И самое интересное, что у нас в городе есть большое количество серебряных волонтеров. То есть женщины, которые к нам приходят и готовы оказать помощь, пойти к ветерану, пообщаться с ним или помочь в благоустройстве памятных мест. Поэтому у нас возрастной такой вот спектр очень широкий. А как помогаете ветеранам? Ну, честно признаюсь, что наша задача это оказание социально-бытовой помощи, это общение с ветеранами. Но когда мы приходим к нашим ветеранам, к нашим городским, да, то и ты говоришь о том, что мы там хотим вам помочь по хозяйству. У них на самом деле всегда обрывается речь с тем, что вы ни в коем случае не вздумаете. Мы хотим общения с вами. Поэтому первое и самое главное — это живое общение. Это выслушать, понять и пообщаться с человеком, чтобы он вспомнил, как было трудно тогда, в те годы. А мы это приняли на себя, потому что только это есть двигатель будущих наших переживаний. И почему мы должны вообще верить в события вот тех страшных дней. А много осталось ветеранов Великой Отечественной войны в Евпатории? Ну, на сегодняшний день у нас этот список, к сожалению, уменьшается все быстрее и быстрее. Их на сегодняшний день 9 человек. Но мы заботимся о каждом из них, мы общаемся с их семьями. Поэтому самому старшему из всех ветеранов 100 лет. Поэтому у нас такой вот в этом году был юбиляр. К сожалению, их число, конечно, уменьшается. Но все же мы стараемся сделать так, чтобы никто из них не был забыть нами. Вы же сказали о благоустройстве памятных мест в городе. Как это происходит? Что вы делаете? Мы организовываем ребят на субботник. Потому что у нас в городе вообще в целом насчитывается 13 памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне. Наш основной уклон сделан на братские могилы, потому что остальные находятся под достаточно хорошим контролем города. Поэтому мы занимаемся непосредственно этим вопросом. Мы организовываем ребят, выходим непосредственно к памятнику и работаем, прочищая территорию или наводить непосредственно порядок на самом памятнике. Этим занимаются тоже в основном подрастающие поколения? Да, это, конечно, подрастающие поколения. Но нам помогают и взрослые люди, которые непосредственно умеют, например, штукатурить, чего мы, например, сами не умеем. Поэтому к нам подключаются абсолютно разные неравнодушные люди. Поэтому мы не одни, нам помогают. Память еще не всех героев Великой Отечественной войны увековечна. Работаете ли вы в этом направлении? Ну, на самом деле, у нас сегодня такой замечательный день, День Героев Отечества. Наша задача для волонтеров Победы — рассказать жителям города о том, почему улицы названы в честь этих героев. Поэтому мы сегодня с волонтерами выходим на улицы города, будем раздавать письма-треуголки, в которых будем рассказывать о человеке и, самое главное, о его подвиге, почему он стал для всех примером, образцом и, самое главное, героем. А где это все будет происходить? Начнем мы с театральной площади и оттуда старт по всем улицам, которые названы в честь великих героев. Расскажите, на следующий год планируются ли уже какие-то масштабные мероприятия именно в Крыму и в Ивпаторе? — Следующий год очень важный год. Это год памяти и славы. И волонтеры Победы непосредственно являются организаторами, помощниками в организации этих празднований. Поэтому мы будем заниматься набором волонтерского корпуса, которые будут непосредственно участниками ключевых событий. Что касается масштаба всей России, Крыма или даже города Евпатория, это, естественно, единый план действий, это всероссийские акции, это интеллектуальные игры и квесты, которые мы будем проводить для молодежи, потому что они должны в интересной форме узнавать о событиях тех страшных дней. Это непосредственно будут те же субботники, которые мы проводим ежегодно. 25 апреля это будет международный даже субботник, потому что в нашу команду присоединилось 45 стран к 75-летию Великой Победы. Поэтому нас будет очень много, и план действий будет очень широкий. Сегодня он еще более тщательно прорабатывается. То есть общий план составлен. Но сейчас мы в муниципалитетах занимаемся тем, продумываем, как сделать так, чтобы этот год стал незабываемый для молодежи, для жителей нашего города. Наверняка у вас же есть какие-то идеи, какие-то мероприятия, наверное, уже запланированы? Ну да, естественно, запланированные мероприятия, это всероссийские акции. Это обязательно будет участие в акции, которая стартует 22 апреля 2020 года, Георгиевская ленточка. Мы выйдем на улицы города, будем раздавать ленты, рассказывать о ее истории, потому что наша задача не просто выдать ленточку любому желающему, а рассказать, почему ее нужно носить у сердца и чем она на самом деле важна для каждого жителя нашей страны. Также это мероприятие, посвященное празднованию Дню Победы, то есть это организация самого Парада Победы, оказания помощи. Это интересный конкурс, который называется «Послы Победы». Наши ребята могут стать частью такой большой истории, как Парад Победы в городе Москва, Санкт-Петербург. Для этого, конечно, нужно пройти очень трудный путь испытаний, но все же кому-то удается попасть, и мы будем в этом активно принимать участие. Спасибо большое, Шевки. Мы желаем удачи в развитии вашего волонтерского движения, как можно больше молодых людей, которые будут обязательно помогать вам. А пока что я передаю слово Симферополю.